Продолжение следует... Русской Православной Церкви, осознавая важность данных событий и желая сохранить себя во святом православии, в лице Международного Богословского Круглого Стола с участием клириков, монашествующих имирян Молдовы и Украины, а также находящихся в ополоменческой поездке по Молдове известных греческих богословов, прадопредствитера Федора Зисиса и господина Димитриуса Целингидиса, обращается со своими предложениями и просьбами к священноначалью Русской Православной Церкви. ИНЕ ОТИ ЛОГИКОС, ТЕОЛОГИКОС КЕ ЭКТИСИОЛОГИКОС ИНЕ АКРОС АНТИФАТИКА ТАКИМЕНА ТИС ЛЕГОМЕНИС СИНОДУ СИНОДУ СИНГРИТИ. Документы так называемого КРИТСКОГО СОБОРА являются со всех точек зрения плохими, с точки зрения логики, с точки зрения богословия, с точки зрения догматики. ПАРАТАВТА, ФАНИКЕ СТО ТЕЛОС И ЕПИМОНИ ТОН ДИОРГАНОТОН КЕ СИНОДУ СИНОДУ, ПАРА ТИН ОПИЯ ЛОГИКИ КЕ ЭКТИСИОЛОГИКИ ТОПОТЕТИСИ ТИС ОРФОДОКСИЯС, ИНЕ БЫЛА В ЭТОМ НИКАКОЙ ЛОГИКИ И ЭТА БЫЛА ЧУЖДО ОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВОСЛАВИЯ. ЭХИ ТИН АПОФАСИСТИКОТИТА НА ЭКПРОСОПИТЕ АВТИ И СИНОДУ СТИС СИНИДИСИ СТУ ПЛЕРОМОТОС ТИС ЭКТИСИЯС? В РЕЗУЛТАТЕ БЫЛА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОЗДАВАТЬ ВПЮЧИТЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ЦЕРКОВНЫЙ БУТО ВЫ ЭТОТ ТАК НАЗВАЕМЫЙ САБОР. КИ ЭХИ ТИН ПСЕВДИ АИССТИСИ, ТИН ПСЕВДАИССТИСИ ДЛАДИ, ОТИ ТАПАРИ МЕ ТОН АЛФА И ВИТА ТРОПО ТИН ИПОГРАФИ АПО ТА ТЕССЕРА ПАТРИАРХИЯ КУДЕН ЭКПРОСОПИТИКАН САВТЕНИ СИНОДУ. БУТО В ЭТОТ СОБОР ВСЁТАК ЕЩИ КАК ТА СМОЖИТ КАКИМТА ПУСТИ ДАЖЛОЖНЫМ ОБРАЗАМ НЕПРАВИМИРНЫМ ЗА ПОЛУЩИТ ПОТПИСИ ЧТИЛЮ КАТСУЮЩИИ ЦЦИРЦИЦИ. САПТАМАНА ТРЕCUTĂ АМ АВАТ О ОТ ТАЛЛИРЕ ДА ТАИНА КУ ПАРИНТИИ ДЕЛА КИЛИИ СИ ПУСТНИЩИ ДИ СФАТУ МУТЕАТОС, О КРУПАРЕ ФООРТЕ МАРЕ. МЕТО ОПИО КАТАТИКАЖУН ЧА АПОРИПТУН ТИС АПОФАСИ СТИ СИНОДО ТИСКРИТИС, ПРИН АЦЕСТ ТЕКСТ СЫН КОДАМНАТЕ ТОАТЕ ХОТОРАРИЛИЛЕ ДЕЛА АЦЕСТ НУМИТ СИНОД ДИН КРЕТА, ЧА ПРОИДОПИУН ТИН ИЕРА КИНОТИТЕ КАТУ СИНГУМЕНУ, ЧА АВЕРТИЗАЗА СФАНТА АКИНОТИТА СИ ПЕ ТОТИ ИГУМЕНИИ МУТЕЛУИ АТОС, ЧА ДАКА, ИН УРМАТОРУЛ ТИМП, ИН УРМАТОРУЛ ТИМП, ИН УРМАТОРУЛ ТИМП, ИН УРМАТОРА ЛУНА, НУ ВОР РЕСПИЧЕ ПОТАРАРИЛИЛЕ СИНОДУЛИ СИНУ ВОР ДЕЛУПЕ ПОМНИУНЕА, ЧА ДА ПРОХОРИ— СЕ ДИАКОПИЦ У МНИМУСЦИНУ ДУ ПАТРИАРФУ ПАРТОЛОМЕУ, АНТОЇОР, ОПИОС ИНЕ О ОПИОСИНЕ, ОБИЩУПО СТУ АГИИ ОРУС. АНТОЇЧА ВОЛ ИНДЕРУДЕ ПОМЕНИРЕА ПАТРИАРКУЛИ ПАТРИАРКУЛИ ПАРТОЛОМЕУ, ЧАРА ИСТЕ ЕПИСКОПУН МУТЕЛУИАТОС. Как вам сказал отец Феодор Зисис, мы с Святого Городскими Отцами написали текст, документ, где мы просим Священное Начание и просим Священный Кино осудить этот Собор. Мы хотим иметь с вами церковное общение, но вы должны осудить икуминизм. Исходя из того, как все происходило на Критском Соборе, мы не можем говорить просто о богословской несостоятельности Соборных Документов, а также методов их принятия, но свидетельствуем о намеренных действиях врагов Церкви, желающих лишить ее благодати Божией. Иначе не будут понятны причины происходящих событий. Все те многочисленные частные проблемы, выявленные в Соборных Документах, являются результатом намеренных действий по подрыву и изменению Церковного Самосознания в первую очередь среди Священноначалия. В результате их действия противоречат воле Божией. Эти действия преследуют одну цель – завлечь в дьявольские сети возможно большее число людей из их паствы, лишая их спасения по причине заражения ересью. Весь регламент и принятые документы этого Собора – по сути, не богословская ошибка, а объявление открытой войны православию. Мы поставлены в условия, когда должны сделать четкий выбор, с кем мы – со Христом или с Его врагами. Аккума, то те проблемы которые стоят в Бисерике, они не должны быть интеллектуальными, а не должны быть интеллектуальными, а не должны быть понимающими. feat Miriam Иоанна и Кузьминец ссылка в описании под видео в канал. Мы должны быть убедителем, как мы были в море – а обе нет. Каждый православный должен передать и наслаждаться на большой больнице от их судьбей, от желания. чтобы они поняли, что они находятся в заблуждении, в ереси, чтобы они не расслаблялись и не успокаивали себя ложными мышлениями и чтобы они не лишились в этой жизни богатого благословения, которое дарует православная вера. А в жизни вечной, чтобы они не лишились еще более значимых и вечных благословений божьих, которые, через 100 поэти, диагроны иерархи и пеологов этой Екклесии, пострадавшись на празднование иерархов и богословов в Церкви, это пренебрежение к традиции святых апостолов и святых отцов. И последователи этой ереси еще и клевещут на тех, кто ей противится, и называют их фундаменталистами и фанатиками. Конечно, мы должны следовать пути святых отцов. Их верия, их жизни, но, конечно, мы должны следовать и их исповедничеству, дабы достичь согласия отцов. Нас всех объединяет Христос. И епископа, и священника, и мирян. Через чашу, то есть, через святое причастие. Христос, и есть истина. Нас объединяет истина. Имеются с Алисия и с Алисия. И епископ, который преподает нам Слово Истины, он должен преподавать эту истину непогрежденной. В противном случае она является ложью. Поэтому церковная иерархия и вся полнота поместной Русской Православной Церкви должна выразить свое несогласие с богопротивным учением, утвержденным на Критском Соборе. Все, в Греции, в Греции, мы ждем, в Греции, мы ждем, с большей неравистью, с большей агонии, ответственности Русской Православной Церкви. Мы живем в Греции, мы живем в Греции, и в Греции, что это было не то, что выражалось несказывать, что это не то, что мы живем в Греции, потому что, если Греции Сильям и Иларии, Субтитры создавал DimaTorzok Греческие известные богословы, которые прибыли в Молдову, свидетельствуют о том, что они действительно разделяют ту тревогу, в которой мы сегодня сопереживаем все вместе. Из того, что произошло, мы видим, что намерения были целенаправлены, и они действительно по решению собора и по решению в Шамбези документов, о котором свидетельствует патриарх Варфоломей, говорит, вы же все были согласны, вы же все подписали, значит, это был договор. Значит, и цель была достигнута. Мы не можем скрыть или умолчать о своей тревоге и в отношении того, что некоторые известные лица Русской Православной Церкви считают и называют в неучастие нашей Церкви в данном соборе некой победой и торжеством, выражением могущества и твердости Русской Православной Церкви в вопросах веры. Но до тех пор, пока ересь экуменизма остается неосужденной и продолжает калечить души православных, не может быть и речи о каком-либо торжестве. И хочу, чтобы они все одевели такие верные православные, твердые, которые были на синодии или, допустим, соборности, если выберем, чтобы встать на защиту православной, осудить эту мему. И пока этого не произойдет, из-за молчания о совершившемся предательстве православия, из-за отсутствия четкого и ясного осуждения решений данного собора, неучастие в соборе будет равносильно участию в нем, что может проявиться в большей степени, если Священный Синод Русской Православной Церкви выразит одобрение решениям Критского Собора каким-либо образом. Напротив того, мы выражаем надежду на то, что готовящееся заседание Священного Синода прислушается к голосу Церкви и открыто осудит решение Критского Собора, прекратив всю экуменическую практику, потерпевшую сокрушительное и всестороннее поражение. Русская Православная Церковь уже сделала к этому первый шаг, отказавшись от участия в Соборе. Священноначалье Русской Православной Церкви обязана сделать следующий шаг по направлению сохранения чистоты исповедания православной веры. Требуется отвергнуть документы Критского Собора, содержащие много экклезиологических двусмысленностей, которыми проповедуется экуменическая ересь, отменяя тем самым решение Архиерейского Собора 2-3 февраля 2016 года, одобряющие проекты соборных документов. В дальнейшем требуется отвергнуть и Гаванскую Декларацию, одобренную на заседании Священного Синода 16 апреля 2016 года. В качестве завершающего этапа данных действий требуется осудить экуменизм во всех его проявлениях и незамедлительно выйти из так называемого Всемирного Совета Церквей, по примеру, Болгарской и Грузинской Церкви. Далее нужно двигаться в направлении созыва Поместного Собора Русской Православной Церкви, который бы рассмотрел эти и многие другие вопросы, принимая авторитетные решения в согласии с истиной Христовой и последуя Святым Отцам-Исповедникам Православной Веры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!